Наступает день Х. День Х наступает, о котором мы именно предполагаем, через полмесяца, через месяц, ну, естественно, наступит. Что будут делать перемены, когда в это время выглянут целые кучи организаций, вооруженные, другие организации. Мы же не сможем, как бы весь народ пойдет сразу же за переменами. Хорошо, я понимаю, Александр, это действительно важный вопрос. Вот смотрите, что мы сейчас делаем. Мы пытаемся сформировать репутацию движения, репутацию групп движения в городах тех или иных, для того, чтобы люди видели, что существует мирная гражданская альтернатива. Потому что, когда люди выходят, вот вы сказали о группировках, но ведь массовая динамика – это выход большого количества людей. Им нужна какая-то точка сборки, точка сборки. Идут они к тем, кого они знают, о ком слышали. Поэтому мы пытаемся наработать практики и наработать репутацию. Насколько успешно это идет, вопрос другой. Но я бы сказал, для двух месяцев, а нам отроду неделя, но отроду два месяца. И при тех условиях, в которых мы действуем, идет не так уж плохо. Могло бы быть лучше, но хорошо, что и так идет. Слава Богу, вообще идет. Это первое. Второе. Я бы не стал преувеличивать возможности, или точнее даже сам выход вооруженных группировок. Все-таки конфликт, с моей точки зрения, политический кризис будет в основном носить мирный характер. В основном. Это не исключает каких-то эксцессов, они вероятны, хотя они не являются неизбежными. И на самом деле общественные симпатии по логике, исходя из массовой психологии нашего общества, будут находиться на стороне тех, кто демонстрирует образец ответственного гражданского поведения. У нас сейчас, вот сейчас и у вас, когда вы задавали вопрос в голове, подсознательно модель октября 1917 года. Подсознательно. Потому что, да, выйдет небольшая радикальная группировка, и я могу сказать, что у ряда левых радикалов тоже такая модель. Они говорят, ну да, 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 мы дождемся буржуазной революции, а потом осуществим свою, значит, пролетарскую или коммунистическую. Так вот, я могу сказать, что история в таком виде никогда не повторяется. Она совершенно точно не повторится. Поэтому я признаю наличие таких рисков, но я бы не стал их преувеличивать. Преувеличивать. То есть они не колоссальны. Это первое. Второе. Я могу вам с высокой уверенностью сказать, что у нас, в общем, появятся союзники. У нас тоже будут союзники, которые готовы будут нас поддержать и готовы будут идти с нами. Так что все не выглядит так уж, знаете, в будущем безнадежно, безрадостно и мрачно. И главное, обреченно. Ничего подобного. Никакой обреченности на себе еще не существует.